С вами канал Учебник Вслух. История Средних Веков, 6 класс. Тема урока – Средневековая Литература. Литература Раннего Средневековья. В начале Средневековья европейцы более всего читали Евангелие и Жития Святых, в которых рассказывалось о подвигах людей, признанных Церковью мучениками. В Житиях описывалось, как они истязали себя, чтобы подавить соблазны и душой приблизиться к Богу. Герои Житий совершали чудеса и терпели муки ради веры, ради правды и спасения людей. Они смело боролись с несправедливостью и злом. С VI-VIII веков в культуру Западной Европы все больше входят хроники. Рукописи, рассказывавшие об истории народов и о современной хронисту жизни. В хрониках события излагались по годам, так как они следовали друг за другом. Повествование начиналось обычно от сотворения мира и заканчивалось современными событиями. Наряду с тем, что происходило на самом деле, хроники сообщали легенды и вымыслы. Ирландский монах Беда Достопочтенный в церковной истории народа англов впервые применил новую систему счета времени – от Рождества Христова. Безвестные сказители и певцы создавали эпические песни – сказания о великих героях прошлого. Их исполняли, аккомпанируя себе на арфе или виоле – маленькой скрипке. С течением времени одни песни соединялись с другими. Так возникли великие средневековые эпические поэмы – эпосы. Англосаксонский «Бео Вульф», скандинавская «Старшая Эдда», немецкая песнь о небелунгах. На протяжении всего раннего Средневековья эпосы существовали только в устной форме. Позже их стали записывать, поэтому, к счастью, мы можем сейчас прочитать многие из них. Рыцарская литература В XI веке на юге Франции, в Провансе, возникла рыцарская поэзия. Провансальские поэты-певцы назывались трубадурами. Среди поэтов встречались короли и знатные феодалы, но было много рыцарей, реже – горожане. Известны сотни поэтов, которые жили во второй половине XII-XIII веки. До нас дошло и около 30 имен женщин-поэтесс. В Северной Франции, Италии, Испании, Германии рыцарские поэты назывались труберами и мини-зингерами, в переводе – певцы любви. В рыцарской поэзии, ее называют куртуазной, то есть придворной, был создан образ идеального рыцаря. В стихах воспевались теперь не только верность сеньору, щедрость, благородство. Рыцарь должен быть изящным, вежливым, привлекательным. Поэты воспевали служение прекрасной даме, мадонне, моей госпоже, соединяя поклонения Богоматери и земной, живой и прекрасной женщине. Любовь здесь выступает, как великое благо, которого достоин тот, у кого отважное, благородное и преданное сердце. Рыцарская поэзия создавалась в основном на родных языках. Поэты заботились о благозвучии и изяществе языка, точности смысла и рифмы. Большое место в рыцарской поэзии заняло прославление войн, боев и походов. В те же столетия возникли стихотворные рыцарские романы и повести. Сначала это были обработки античных сказаний и историй. Но античные герои вели себя в них, как средневековые рыцари. А осада Трои изображалась, как штурм феодального замка. Особенно ярко в романах отразились легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Романы переносили читателя фантастический мир, где на каждом шагу встречались феи, великаны, волшебники, притесняемые красавицы, ждущие помощи от смелых рыцарей. Популярная тогда легенда о беззаветной любви и горестной судьбе Тристана и Изольды – один из самых поэтичных сюжетов в мировой литературе. Она была записана в XIII веке. Городская литература В XII веке начался расцвет городской литературы. Горожане любили короткие рассказы в стихах и басни на бытовые темы. Их героями чаще всего были ловкий, хитрый горожанин или веселый, находчивый крестьянин. Они неизменно оставляли в дураках своих противников – чванливых рыцарей и жадных монахов. Наиболее прославился своими стихами французский поэт Франсуа Вийон. XV век. Музыку к его произведениям сочиняют и современные композиторы. С городской литературой связаны стихи вагантов, в переводе с латинского – бродяг. Вагантами называли школеров и студентов, которые в XII-XIV веках кочевали по городам и университетам Европы в поисках новых преподавателей. Это был буйный и веселый народ, внушавший опасения церковным властям и благонамеренным бюргерам. Ваганты сочиняли стихи на латинском языке. Они прославляли любовь и вино, высмеивали лицемерие, жадность и обман, особенно в среде священников и на папском троне. Данте. Его считают самым великим поэтом Средневековья. Данте Олегьери родился во Флоренции в старинной дворянской семье. Он учился в городской школе, а затем всю жизнь изучал философию, астрономию, античную литературу. В 18 лет он пережил любовь к юной Беатриче, впоследствии вышедшей замуж за другого и рано умершей. О своих переживаниях Данте с небывалой для тех времен откровенностью рассказал в маленькой книжке «Новая жизнь». Она прославила его имя в литературе. Данте активно участвовал в политической борьбе в родном городе. Он принадлежал группе противников папы. Но сторонники папы взяли вверх, и Данте приговорили к изгнанию из Флоренции. Около 20 лет до конца жизни он скитался по городам Италии, много страдал, тосковал по родине и умер в Равенне, где провел последние годы при дворе местного правителя. В изгнании Данте написал великое произведение в стихах, которое назвал «Комедией». В то время такое название давали произведением со счастливым концом. Потомки назвали ее «Божественная комедия» в знак высшей похвалы. Поэма написана на итальянском языке. Поэт хотел, чтобы его понимал самый широкий круг читателей. Жонглер другим и нравом не в пример. В городах, деревнях и замках, на дорогах и постоялых дворах выступали странствующие артисты. Тогда их называли шуты и жонглеры. Без них не обходились ни деревенская свадьба, ни придворный пир. Они водили за собой медведей и обезьян, показывали фокусы и акробатические номера, разыгрывали небольшие пьесы. Веселость и бескорыстие жонглеров восхвалялись в средневековых произведениях. Жонглер другим и нравом не в пример. Поел и распевает веселей. Он телом здрав за тем, что сердцем щедр. Однако церковь считала жонглеров нечистыми людьми, неодобрительно относилась к их фокусам. Их запрещали хоронить при церквах на освященной земле. Из ордена вагантов. Все желанны, все равны, к нам вступая в братство, невзирая на чины, титулы, богатства. Наша вера не в псалмах. Господа мы славим тем, что в горе и слезах брата не оставим. Будет ныне учрежден наш союз вагантов для людей любых племен, званий и талантов. Все, храбрец ты или трус, олух или гений, принимаются в союз без ограничений. Божественная комедия Данте. В божественной комедии Данте описывает путешествие в загробное царство. Ад для грешников, рай для праведников и чистилище для тех, кому бог еще не вынес свой приговор. У врат ада, расположенного на севере, надпись, ставшая крылатой. Оставь надежду всяк сюда входящий. В центре южного полушария огромная гора в виде усеченного конуса. На уступах горы расположено чистилище, а на плоской ее вершине земной рай. В сопровождении великого римского поэта Вергилия Данте посещает ад и чистилище, а по раю его ведет Беатрича. В аду девять кругов. Чем тяжелее грехи, тем ниже круг и суровее наказание. В аду Данте поместил кровожадных властолюбцев, жестоких правителей, преступников, скупцов. В центре ада сам дьявол, грозущий предателей. Данте поместил в ад и нескольких пап. В его изображении грешники не тени, а живые люди. Они ведут с поэтом беседы и споры, в аду бушуют политические распри. Данте беседует с праведниками в раю и, наконец, созерцает Богоматерь и Бога. Картины загробного мира нарисованы так живо и убедительно, что современникам казалось, будто поэт видел это своими глазами. А описал он по существу многообразный земной мир с его противоречиями и страстями. Субтитры создавал DimaTorzok